Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, начинается новая неделя и на ней мы изучаем две недельные главы Биар и Бихухатай. И заканчиваем уже книгу Ваекра. Вы представляете, уже еще один кусочек пролетел прямо как секунда. Будем подводить итоги. Я хочу сегодня рассказать просто короткую историю, наверное, выжимка из того, что мы будем учить вот по этой недельной главе. Сказано по законам, если моим будете идти. То есть это продолжение слов. Выбери, я тебе даю. Бог посылает человека в этот мир, предлагает ему невероятный набор хороших всяких вариантов. Благословение, но есть и проклятие, потому что все сбалансировано. Выбери жизнь, говорит Бог. Почему ты выбираешь, что у меня проклятие? Ты не должен этого делать. Так и здесь. Если по законам будете моими идти, все будет хорошо. Один чек произошел, к сожалению, у него несчастье было. На предприятии, где он работал, был финансовый кризис. Товар в магазине обесценился. Заболела у него жена, не было денег заплатить врачам. Короче, очень большая проблема. Дочка выходит замуж, кредиторы. Он в ужасе. Раздавленный, подавленный. Взял, купил только билет на последний день Гедовильно. Зашел недалеко от поезда, от местечка Радин, где жил Хафицхайм. Он знал, что там известный праведник. Пришел, упал на колени, Раби, спаси, плачет. Хафицхайм услышал его, всех бедствий заплатал сам. А что я могу помочь тебе, говорит Хафицхайм. Я сам еле свожу концы с концами, продаю свои книги. Нет Раби, он говорит, не денег пришел просить. Я хочу благословения. Подумал Хафицхайм, говорит, я дам тебе благословения Коэна. Да поможет тебе Бог, преуспеешь ты во все. К чему обратишься? Ну смотри, используя Татар только с мудростью. Хорошо, гость обрадовался, там побежал, хотя последние слова были предостережением. И думать, что делать, что делать на обратном пути. И тут у него родилась мысль, точно, куплю лотерейный билет. Браха, он железно верил в браху праведника, купил билет. И действительно, благословение Хафицхайм осуществилось. И билет оказался не просто выигрышный, а принес огромную сумму денег. И в этот момент человек стал богатейшим опять человеком, все в порядке. Расплатился с долгами, свадьба, все такое. Начал играть на бирже на следующем. Посмотрел, уже он такой крутой, не магазином же занялся. Рискованное дело, полное, там ажиотаж, все. Ничего не понимая, вложил деньги, потерял все состояние и оказался в долгах. Теперь еще больше тяжелые последствия начались. И вот на этот раз он не потерял самообладание, он же знал, как надо действовать. В поезд прибежал, там Радин. К его изумлению Хафицхайм говорит, жаль, но я не могу тебе ничем помочь. Гость в ужасе. Вам что, трудно благословить меня снова? Праведник говорит ему, я ведь тебя предупреждал, пользуйся с умом. Ну нет такого, чтобы это неограниченно я мог давать каждому. Давайте я объясню, что случилось. Перед тем, как человек рождается, его судьба уже определена на небесах. Все известно заранее. Будет он умным, глупым, сильным, слабым, богатым, бедным, все известно. И тебе, и мне, и каждому из нас определена своя участь, которая идеальна для исправления человека в этом мире. И когда ты пришел ко мне в тот момент, первый раз, я почувствовал тебе огромную жалость, исполнился милосердием таким. Я попросил у Творца мира, чтобы он дал тебе в один момент все, что тебе положено было всю жизнь. На что это похоже, да? Вот бочка с вином. Дали тебе бочку с вином. Можно открыть краник, расположенный сбоку, налить себе вина там небольшой струйкой. А можно перелить через край там вот так вот потоком там всем. Я надеялся, что тебе хватит ума не только для того, чтобы использовать деньги осторожно, но и приумножить, удвоить, удвоить, утрое, чтобы ты правильно работал. А для этого тебе надо было сделать совсем не то. Надо было заниматься благотворительностью, поддерживать изучающих Торы. Да, так написано. Творец откроет трубы небесные, чтобы излить благословение, чтобы наполнить бочку, но тому, кто идет по законам, того, кто партнер Богом. Но ты этого не сделал и бочку свою опустошил. Что я могу теперь для тебя сделать? Фактически в этом рассказе заключен самый главный урок вот нашей недельной главы. Ведь он касается благословений, предназначенный для тех, кто соблюдает заповедь. И это урок для всего общества в целом, для тех, кто не соблюдает. Вы не можете победить Бога. Если вы идете своим путем, вот Васе, Пете, Оле, не обращая внимания на предыдущее поколение, на то, что сказал Бог сам и в этой неделе на главе предыдущей, ну тогда ты идешь в море без компаса, без карты, без ничего. Нас окружает всякая реклама, нас убеждают различные предложения, чтобы мы улучшили свое и так далее. Но если мы оглянемся, мы увидим, что вокруг все продолжают тащить свою ношу и не особо выбираются из проблем. Все эти увлекательные предложения лишь показывают, как можно привлечь тоненькую струечку прибыли. Но всех объединяет одна общая черта. Они игнорируют самое надежное, самое главное, самое основательное, самое верное средство. Надо идти путями Торы, надо идти путями духовности и тем самым привлекать благословения с неба. Все иные варианты ненадежны и не работают. Брахавы от слоха. Нас...